Июль 2016-го Нефтьюганск запомнил надолго. Тогда пропавших Алексея Бойко и Людмилу Варакину искали всем городом. Наталья Федорова с друзьями прочесала немало километров. Поиск потерявшихся людей – дело нелегкое, а порой и страшное. Очень страшно. Очень страшно. Как бы и змей видели, и дикие собаки бегали там. При этом Наталья постоянно помогает малоимущим, кормит бездомных собак. А у самой трое детей времени всегда мало, но по-другому не может. Так меня воспитали родители, что помогай, может когда-нибудь, не дай бог, что случись, и мне помогут. Куратор волонтеров, которые занимаются поиском пропавших нефтьюганцев – Татьяна Васильева. Вместе с полицейскими обшаривают микрорайоны, размещают информацию в соцсетях. Кстати, именно они помогают быстрее всего найти человека. Информация размещена в социальных сетях группе волонтеров города Нефтьюганска ВКонтакте. И ребята мне уже написывают, а вот эта девочка переходит улицу в таком-то микрорайоне. И все, ребята, вы не пугайте, ни в коем случае не говорите, вот мы тебя искали. Просто просмотрите, куда она идет и что. Поэтому потом уже позвонили сотрудникам полиции. За весь прошлый год в полицию поступило 126 заявлений о пропавших. Кроме одного случая нашли всех. Почти треть фактов касается несовершеннолетних. Обычно как это случается, теряется. Подросток поругался с родителями, какая-то несчастная любовь. Поэтому думают, что все, мир рухнул, все, нужно уйти, насолить своим родителям, тем самым проявить свой характер. Но на самом деле получается, что благополучно, что все заканчивается хорошо. Но сами понимаете, какие случаи, не дай бог, могут случиться. Татьяна призывает нефтьюганцев становиться волонтерами. Телефон площадки вы видите на экране. Любая помощь может пригодиться. Вот Евгений Журавлев расклеивает листовки о пропавшем. Но есть опыты активных поисков. Вместе с сотрудниками полиции, мы группой, получается, проверяли 13 микроайон для пропавшего человека. Это был мальчик 17 лет. То есть мы ходили, клеили листовки, объявления и спрашивали в магазинах. Зачем все это нужно? По словам Евгения, он не может быть спокойным, если в его родном городе кто-то переживает из-за пропавшего близкого. Нужно, чтобы все возвращались домой. Наталья Платонова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».